Сейчас второй или третий год, ты можешь в своей налоговой декларации указывать доходы в крипте, платить налоги с крипты, ты можешь покупать недвижимость официально за крипту. Ну, раньше, да, вот, ты там, 20-й год, там, 19-й год, если там фаундер проекта скрыт, то, в принципе, деньги получить можно. Сейчас это же невозможно сделать. До свидания, да, до свидания. Вот, все, то есть изменился подход в любом случае, правильно же? Ну, у нас всегда был такой подход. Все же хотят на CoinMarketCap, но мы попали туда, да, ну, мы пережили этот медвежий рынок, вот, ну, я считаю, что достойно. Вот, сколько, да, три года, Дим, да, падает и падает и падает и падает, все, и не прекращает, ну, ничего. Друзья, всем привет, у нас очередной четверг, прямой эфир стартует у нас в Телеграме и на Ютьюбе. Меня зовут Ян Кривоносов, я являюсь SEO и фаундером компании Crypto Immersions. С нами Дмитрий Белов, управляющий директор Crypto Immersions. И у нас сегодня в гостях замечательный гость Нелли Орлова. Нелли, привет, ты у нас уже не первый раз, все правила знаешь, говорим обо всем, отвечаем на вопросы, ну, в общем, болтаем, да. Расскажи, пожалуйста, о себе, ты у нас была год назад, но давай напомним, чем ты занимаешься, что у тебя за компания и где ты находишься, кстати говоря, потому что ты как раз-таки не в СНГ, я знаю. Да, ребят, спасибо большое, что снова меня пригласили, я очень рада, к вам уже как к себе домой практически заходишь. У вас потрясающая комьюнити, очень классный контент, люблю Crypto Emergency. Я очень жду, когда вы станете еще больше и еще заметнее. Меня зовут Нелли, если кто не знает, и в прошлый раз я здесь была как фаундер компании InMind. Это крупнейшая в Европе, ну, и сегодня, наверное, уже в мире платформа для B2B сегментов Web3, Web3 фаундеров и крипто VC инвесторов. InMind на рынке уже более семи лет, мы помогаем фаундерам на ранней стадии получить первый трекшн, привлечь первые инвестиции. У нас также есть свой акселератор, свой мини-VC фонд InMind Capital, мы инвестировали в менее чем 20 проектов на очень ранней стадии. А сегодня я уже в дополнительной роли, потому что в этом году очень скоро мы запускаем свой собственный ланчпэд, и не только ланчпэд, называется AlphaMind. И тоже, надеюсь, будем партнериться и дружить с Crypto Emergency в новой апостаси. Значит, ну, а про бэкграунд, про бэкграунд последние лет 20, то есть половину моей жизни со стартапами и венчурными инвестициями. 10 лет или чуть меньше с Crypto сначала на вы, потом на ты, а потом еще ближе. И вот сейчас, как я уже сказала, мы делаем следующий шаг из такого Web2 бизнеса, работающего с Web3 аудиторией, уже в полноценный Web3 бизнес, который работает не только с B2B сегментом, но и с B2C, с ритейл сегментом. А почему ланчпэд? Хотя, слушай, я, наверное, много говорю, давай лучше. Да, не, не, все правильно говоришь, только скажи, еще в какой ты стране находишься, да, сейчас? Да. Почему мы как раз таки сейчас перед эфиром разговаривали, Дима вставит ставку это или нет? У нас разные парадигмы, да, там черное-белое. Мы говорим, что у нас сейчас больше заточено на то, чтобы сделать какую-нибудь игру, какую-нибудь таполку, не связанную вообще с блокчейн-технологией, запустить токен, как-то собрать комьюнити больше, вот. А они нацелены на какой-то продукт, какой-то высокотехнологичный. Ты говоришь, у тебя все по-другому. А где ты сейчас находишься и почему у тебя по-другому? То есть у нас в СНГ вот так вот, вот мы видим так. Слушай, я нахожусь в Испании, в Валенсии, в Барселоне последние 6 лет. До этого я около 8 лет жила в Швейцарии, и я не совсем, ну, то есть мне кажется, не столько важно, какая страна, особенно в моем случае, потому что я человек-нетусовщик, то есть я не очень хожу на локальные ивенты или какие-то местные именно тусовки. Но в целом, конечно, окружение, оно англоязычное, и с утра до вечера колы, общение, партнеры, контрагенты и прочее. Это Европа, это Азия, это US-Канада, и в последнее время все чаще и чаще появляются какие-то страны Латинской Америки. То есть СНГ, наверное, минимально в нашей среде, у нас нет русскоязычного контента. Поэтому я сама, конечно же, пытаюсь следить за тем, что происходит. Ваши выпуски какие-то, стримы смотрю, еще нескольких уважаемых людей в русскоязычной среде. Но в целом потребляю контент и информацию из нерусскоязычного рынка. Слушай, ну а вот биржи как раз-таки, сколько у нас сейчас было, в принципе, много выпусков с биржами. И они, наоборот, нацелены сюда, на этот рынок, на рынок СНГ, потому что, говорит, ну здесь больше всего денег. Вот ты говоришь, вы запускаете лаунчпад, да? Насколько интересно будет тоже вам рынок СНГ? Смотри, рынок СНГ, он всегда важен. И даже, я помню, в прошлом был в сезоне, 21-22 год. Помнишь, когда только начался хайп лаунчпадов, появились только стартер, CD5 и многие другие? Вообще, это просто какой-то бум был. Все это вот просто, блин, я туда пошел, я туда, я участвую. Локацию дайте бабушку подключу сейчас этот. Мне дали локацию, блин. Совершенно верно. Так вот, мы еще в то время, с тех пор со многими лаунчпадами партнеримся на уровне фаундеров и получали, анализировали информацию. Ну и вот, казалось бы, CD5, только стартер, да, очень крупные игроки. У них там сотни тысяч аудиторий в соцсетях, десятки тысяч участвуют в лаунчах, в сейлах. Но при этом треть, треть комьюнити из СНГ. Поэтому, отвечая на твой вопрос, СНГ комьюнити супер важны для всех игроков рынка, я считаю. Кто это недооценивает, тот просто, наверное, глупый, не очень дальновиден. Просто есть СНГ комьюнити, оно очень активное, но во многом есть языковые проблемы, поэтому есть некие сложности, как с ним работать. Вообще, на самом деле, это отдельная тема, которую надо прямо раскрывать в отдельном каком-то growth hack выпуске, потому что мы пока что на уровне просто сделали отдельный канал для русскоязычной аудитории, для нескольких еще языковых важных групп и прочее. Кинь ссылочку сейчас, если удобно, прямо в чатке, да, кто сейчас нас смотрит и кто этот потом, кстати, в записи, в видео, кто смотрит нас в записи, Дима ссылочку внизу оставит в описании. Тоже подключайтесь в русскоязычный канал, ребят. Да, классная идея, кстати, ребят. Сейчас, секундочку, секунду, я из тех, кто... Ну, эти тапки, наоборот. Ян, давай пока про подарки, про призы рассказываем за вопросы гостя. Подожди, я первый, я первый. У нас, знаешь, этот, мы не рекламируем, да, наш обменник любимый, да, он и так хорошо там все меняет. Ну, в общем, ребята, Kain Exchange, наши партнеры, друзья, если вам нужно поменять крипту, быстро, безопасно. 50 офисов физических в России, в том числе у нас, в Новороссийске, пожалуйста, обращайтесь. Все, Дима, я закончил. Это был самый быстрый рекламный обзор на свете. Да, на самом деле, вот за призы гостю хорошие, вот мы, как раз, разыгрываем, то есть у нас, получается, мы сейчас NFT, и что мы еще даем? О, ты прямо вот сейчас хочешь, да? Давай, 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 расскажи, да, ну, конечно, чтобы люди знали, чтобы они уже начали строчить вопросы. Хорошо, значит, ну, во-первых, самым интересным контрибьютором сегодня, ребят, мы подарим не просто NFT, эти NFT еще не вышли, мы на следующей неделе планируем их вообще анонсировать и выпускать. Стоимость будет около 100 долларов, но, естественно, мы вам их подарим. Это не просто NFT, картиночка или еще что-то, там есть мощнейший utility. Так как мы строим Launchpad и Project Discovery платформу, то есть платформу, где вы можете взаимодействовать с крутыми фундаментальными проектами на ранней стадии, эта NFT дает доступ к гарантированной локации на любой из следующих трех ланчей выбранного вами проекта. То есть вам не нужно будет ждать, стоять в очереди, first come, first serve или там зарабатывать карму, если у вас нет на это времени. Вы можете просто дверь с ноги, как говорится, и зайти в любую локацию. Помимо локации, там много других приятных бонусов, например, перки от наших партнеров, скидки на бриджи. Все это заложено внутренне на стишке, как utility. Также доступ к VIP-чат в Discord, который тоже появится на следующей неделе, где наши VC-аналитики вместе с членами команды и с владельцами вот этих NFT будут общаться напрямую, отвечая на вопросы по проекте, обсуждая deal flow, делая, деля due diligence'ом проектов. То есть вы первые до всех остальных будете получать альфа-проекты и крутую информацию инсайды по ним еще даже до того, как мы, в принципе, положили их в pipeline для комьюнити. Это такой топ-приз. А есть еще поощрительный приз. Я еще не успела толком рассказать о нашем Launchpad, но в двух словах, если принцип такой. Мы используем систему Karma, которую разработала наша команда для того, чтобы быть честными и прозрачными в retail community и давать возможность вам зарабатывать максимальные реварды и максимальные бонусы от любой вашей активности. Грубо говоря, система заключается в том, что мы трекаем каждую вашу on-chain и off-chain активность retail пользователей. То есть неважно, это подписка на YouTube, лайк в Twitter или это on-chain транзакция, bridging какого-то токена или трейда, активность на партнерской бирже. Все эти активности складываются. То есть каждая дает вам определенную карму, количество поинтов кармы. И в зависимости от того, сколько у вас карма поинтов, вы получаете не просто реварды от альфа-майнда, а именно airdrop нашего токена, доступ к гарантированным локациям и прочие пепки, но также экосистемные штуки. И, наверное, такая вишенка на торте. Ребят, я не знаю, насколько вы bullish на линию экосистему. Я лично очень-очень bullish на этот layer 2. И их токен будет выходить весьма скоро в этом году. Так вот, также за on-chain активности на альфа-майнде вы будете иметь возможность в очень скором будущем получить LXP-поинты или LXP-токены. То есть те, которые напрямую коррелируются с будущим токеном airdrop или нея сети. И как вот поощрительный приз, мы даем сразу кучу, такую хорошую солидную кучку карма-поинтов для вашего комьюнити, чтобы вы начинали не с нуля и не проигрывали тем, кто уже давно делает какие-то активности в нашей сети. Слушай, а сеть, не понял немножко, у вас какая-то сеть будет именно надстройка в блокчейн или блокчейн, или просто это смарт-контракт будет? Нет, это будет смарт-контракт. Смотри, как это устроено? Ну, ты прекрасно себе представляешь, что такое ланчпэд, правильно? Да, да, да. И ты прекрасно себе представляешь, что такое квест-платформы. ZILI, Galaxy, Intra, Clare 3, правильно? А вот теперь объедини два в одном, и получится альфа-майнд. То есть, когда я говорю активности в нашей сети, наверное, я немножко неправильно выражаюсь, извини, в нашей экосистеме. То есть, у нас прямо в ланчпэде, в нашем продукте, в дашборде, есть квест-механики внутри нашего продукта. То есть, не надо идти на ZILI, на GALS, на Intra, они прямо внутри для нашего комьюнити, для наших проектов, все в одном. И все эти квест-механики задействованы там, позволяя пользователям не просто взаимодействовать с проектом, но и тестить продукт на ранней стадии, оставлять свое мнение, проходить квизы, учить какие-то новые классные штуки в крипте или продукты, которые там появляются. И это все связано единой кармой системой, что-то вроде очков, которые вот выдаются, и, как я уже описала, имеют прямое utility. Слушай, ну, ланчпад — это хорошо, а возможность какая-то будет взаимодействовать, не знаю, может быть, там вот с инфлюенсерами, да, которые будут получать какие-то, может, аллокации, да, там для своего комьюнити, там на ранних стадиях или еще что-то. Что-то такое вот есть вообще или нет? Ну, я про себя как раз говорю, про нас, что, может быть, мы что-то где-то будем участвовать, потому что на самом деле, да, сейчас я уверен, что бычий рынок будет однозначно, да, и ланчпады начнут опять работать на полную мощность, да, и проекты будут приходить, и будут токены лететь, и все это будет. Поэтому заранее лучше подготовиться. Что там для нас? Ничего нет, никаких там этих. Я не уверена, что правильно поняла твой вопрос. Если ты спрашиваешь, есть ли аллокации, выходит какой-нибудь проект у вас, да, там для сбора чего там собирает, там первая стадия, вторая, ну, неважно, да, то есть как бы, да, и мы, допустим, там рекламируем этот проект у себя, естественно, вы же проверяете эти проекты, да, то есть они уже прошли какой-то отбор. То есть мы рекламируем у себя, соответственно, получаем какую-то, может быть, аллокацию по более дешевой цене, там, да, и так далее. Вот, вот этот вопрос. Безусловно, такие механики есть и для QL-ов, особенно с вашим комьюнити. У нас пока еще ни с одним другим русскоязычным комьюнити нет такого партнерства, только с международными QL-ами, но с криптоэмердженси мы с первыми его сделаем, и вы будете у нас в экосистеме как инфлюенсеры на СНГ. Спасибо огромное. Так, ну, хорошо, давай тогда начнем с того, что есть ли уже проекты, какие-то наметки, которые вы уже отбираете, может быть, 2, 3, 4, или как? Вообще, насколько проблематично сейчас с проектами? Да вот в твоем поле, вот у нас, насколько я знаю, сейчас проблема, все сидят в ожидании чего-то, непонятно чего, все мы знаем чего, но в ожидании. Нет проектов. Ты имеешь в виду, нет проекта, которые выходят в рынок, которые выходят в своем токене? Да, 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 со своим токеном, собирают деньги, что-то делают, что-то пилят, как бы и все остальное. Слушай, у нас обратная ситуация, как мы говорили до начала стрима. Я вижу огромное количество фундаментальных проектов, начиная от инфраструктуры, новых L2, новых бриджей, новых DEX, деривативных DEX и прочее, прочее, да, то есть огромное количество инноваторов. Может быть, это связано с тем, что мы изначально выстраивали свою воронку под фундаментальные проекты и не смотрели там мемкоины или что-то вроде этого, потому что я искренне верю, что это временная тенденция, и плюс есть очевидные предпосылки считать, что это не просто тенденция, это даже не тренд, а это некая манипуляция рынком, правильно, которую держат там несколько крупных игроков. И если кто-то еще не знает, то пора бы уже открыть глаза и понять, что это не то, что комьюнити драйвит там снизу, и куда бегут хомяки? Хомяки бегут, потому что их туда раскачивают, накачивают и грамотно управляют несколько команд в рынке тысячами вот этих или сотнями мемкоинов. Но при этом, вот как ты говоришь, да, не хватает проектов. Я вижу другую проблему. Первое. Многие проекты с серьезным трекшеном, извини за мой французский, зажрались в том плане, что у них какая-то неадекватная оценка, и такие проекты, мы с ними очень осторожно поступаем. То есть у нас вот сейчас в портфолио лежат, не в портфолио, в пайплайне лежат несколько проектов, у которых Бекеринг, это Sequoia Capital, это Coinbase Ventures, это, ну, все топовые, да, VC в индустрии, которые обычно, когда там кому-то скажешь, многие неопытные инвесторы, закрыв глаза, даже не делая дью-дью, бегут и несут туда деньги. Но мы не хотим их ланчить. Потому что у них оценка у одного 250 миллионов, у другого 100 с лишним миллионов. И мы понимаем, что по этой оценке и с таким анлоком, когда там на TGE ритейлу дают, ну, не знаю, там 5-10 процентов, и потом еще вестинг, чуть ли не год, вряд ли ритейл-инвесторам удастся заработать как минимум в этом цикле на этих проектах. Поэтому такие проекты... А год это много, да? И через год всю сумму отдают или тоже частями еще? Если вестинг год, то подразумевается, что через год, когда заканчивается вестинг, отдают всю сумму. Ну да, это слишком большой срок, конечно, в крипте. Год это прям много. Понимаешь, дело не в том, что большой срок. Вот надо очень быть осторожными с какими-то унифицированными формулами из серии. Вот 100 миллионов – это много или мало? Оценки, да? Год вестинга для паблик раунда – это много или мало? И вот некоторые эксперты, не вдаваясь в детали, сразу говорят, ой, это много пас или там, это нормально, захожу. Но, как всегда, дьявол в деталях. И я думаю, лучший результат будет этого стрима, если хотя бы несколько людей из вашего комьюнити запомнят это золотое правило, что дьявол в деталях, и надо разбираться. Потому что, вот смотри, отвечая на твой вопрос, год может быть мало, может быть вообще замечательно. Потому что если нормальная оценка, нормальный FDV, по которому проект выходит, если на TGE отличная, хорошая там анлока, и дальше вестинг линейный до конца года, пусть будет 12 месяцев, ничего страшного, но у проекта есть потенциал вырасти там в 10, в 100, в 1000х, то, если он может быть 2 года, 3 года, это не так много. Тут весь вопрос в том, а есть ли у него потенциал такого роста? А есть ли проекты такого же рода, такой же вертикали, таких же юзкейсов, сколько X-ов они сделали? Как они сейчас, год спустя, два спустя после своего запуска, сколько они имеют оценку? Ну и да, да, это все. И плюс еще в каком периоде времени мы находимся, да? То есть это был бы там 22-й год, и там хоть ты, хоть ты что делай, то есть это все будет падать. Сейчас как бы, да, потенциал роста, конечно же, есть, и год может быть действительно это немного. Да, совершенно верно. Но если, например, оценка, извини, там 200 миллионов, при том, что средние их конкуренты по рынку максимально достигали пика 300-400 миллионов, то мы понимаем, что вероятельность этого проекта достичь оценки, например, миллиард и сделать 5x, она крайне низка, это раз. Второе, даже если он достигнет миллиард и сделает 5x, если Unlock, например, первый только 10%, и дальше Vesting еще сумасшедший, то вполне возможно, инвесторы из ритейл-комьюнити не заберут даже какую-то часть своего основного тела инвестиций. Поэтому приходится учитывать вот все вот эти нюансы и смотреть не только с точки зрения VC, как мы раньше привыкли, на то, насколько проект фундаментален, насколько крута команда, насколько велика вероятность, что в течение 3-5 лет этот проект станет супер-пупер крутым. Но приходится смотреть именно вот эти вот ситуативные вещи, не на пардам схемы, не на флиперский майнсепт, но хотя бы в горизонте трех месяцев-полгода. Потому что, мне кажется, для ритейл-комьюнити, поправьте меня, если я ошибаюсь, этот горизонт, он самый такой приемлемый. Да, просто человек может психика не выдержать, если новичок еще заходит. Слушай, скажи, давай так, вот нас смотрят новички, причем, ну, постоянно. Что такое вообще лоунчпад, да? Что там делают? Как им можно заработать? Как? Вот все, я новичок вообще не соображаю, но понимаю, что здесь можно как-то заработать. Как можно заработать? Когда можно заработать? Когда вы уже запуститесь и когда уже можно начинать? Или можно сейчас уже регаться? Можно какие-то заявки подавать? Да, безусловно, можно зарабатывать уже сейчас. Более того, смотрите, давайте так, запускаемся. Запускаемся, и первый сейл мы планируем сделать еще до нашего собственного TGE уже в начале сентября. Наш собственный TGE запланирован тоже в сентябре, когда именно у нас нет какой-то жесткой даты, но думаю, что будем, балансировать ситуацию на рынке и нашу собственную готовность. Однако TGE это не единственная возможность заработать. Как я сказала, начало сентября первые сейлы это уже через 2-3 недели возможность зайти в первые проекты. Первые проекты мы отбираем с очень-очень сильной поддержкой их экосистемных партнеров. И можно посмотреть уже сейчас у нас на сайте вывешено, прозрачно, открыто пайплайн, над которым мы работаем. Кроме того, каждую неделю мы релизим 2-3 новых проекта, которые приходят к нам в пайплайн, и наша команда, и наши все аналитики считают сириями. Мне очень интересно будет послушать твое, например, Ян, или твое мнение по качеству этих проектов. Я вам обязательно их потом отдельно зашлю. Как зарабатывать можно сейчас? Мы, например, регулярно запускаем какие-то квесты совместно с проектами. И многие проекты, то есть мы сейчас с ними договариваемся. Одно дело, наша карма. Вы можете вот прямо сегодня, не откладывая, начать строить карму на Альфа Майнде. И, как я уже сказала, в ближайшем будущем эта карма станет основой Multiplier Rewards для вас самих. Это airdrop mind-токенов. Это airdrop экосистемных проектов и партнеров. Это потенциальный airdrop linear токена LXP через ончейн активности. И плюс еще всевозможные бонусы и перки не только гарантированные аллокации, но и, например, скидки на какие-то продукты криптовые, аналитику, бриджи, свапалки, еще что-то. Второй момент. Мы очень много общаемся с нашим собственным комьюнити. То есть я не знаю, как много проектов это на самом деле делает, но мы буквально созваниваемся фаундры самыми активными участниками нашего комьюнити, предлагаем, обмениваемся ссылками, задаем им вопросы, откуда они, почему пришли, чего ищут, чего ждут, что им нравится, что не нравится, как улучшить. И мы получаем очень много фидбэка относительно именно от ритейл-инвесторов относительно других ленджбэдов, потому что многие наши комьюнити-члены, они пришли к нам из коинлиста, из Change.GPT, из CD5, от других игроков, и они очень устали, откровенно устали, потому что они говорят, мы годами, например, там, контрибутеры в комьюнити, но мы чувствуем, что мы пролетаем мимо всех опотюнити. Не только речь о том, что сейчас мало Excel дают проекты на ланчах, но и речь о том, что аллокацию им достается 20 баксов, например, или я уж не говорю о том, что, ну, к примеру, людей там с русскими IP блокируют в коинлисте и не дают им вывести их же собственные деньги из экосистемы, что полнейший бред и вообще анти-дефай, анти-блокчейн, анти-крипта, анти-всё, правильно? И прочие другие вещи, которые, как нам кажется, совершенно уже некрасивые и не имеют никакого смысла. Поэтому мы сейчас общаемся, опять же, с партнерами на уровне экосистем, Linear, Tyco, Fire, BearChain и несколько других таких L2, которые только что вышли или выходят на рынки, но у которых заложены большие объёмы токенов и ревардов для комьюнити, для всевозможных активностей, и мы с ними продумываем как раз модели, каким образом ещё мы можем увеличить и вырастить value для каждого отдельного ритейл участника в нашей экосистеме, то есть активного контрибютора. Поэтому то, что я рассказала карма и всё, что уже работает сейчас, то, что доступно сейчас, многие люди уже заработали 50 тысяч кармы, 30 тысяч, ещё сколько-то, это только начало. Мы хотим в идеале сделать систему, которая не зависит от кратковременной ситуации на рынке и которая даёт возможность ритейлу стабильно зарабатывать за счёт своей активности в сети и в вовчейн механиках за счёт постоянных дропов, ревардов и перков от проектов. Я думаю, что с нашими возможностями это сделать достаточно просто, потому что в нашем распоряжении тысячи стартапов, которые у нас хотят заланчить. Слушай, ну мы же помним, да, бум как раз-таки коин-листа много кто заработал, безусловно, очень много, то есть когда проект выходил и они там зарабатывали люди 5x-ов, то типа фу, ну что это за проект, ну что это за вообще, а сейчас как бы, знаешь, там где-нибудь 5x-ов бы, о, 5x-ов, да, классно. Смотри, ну вот, смотрят, опять же, повторяюсь, у нас новички, да, и такие, блин, классные слова, ничего не понятно. Куда могут прийти люди, и допустим, там вот не понимают они, прийти к вам, где они могут спросить какие-то вопросы, где может быть какой-то гайд там обучиться, да, там, как это все делать, как инвестировать, как правильно инвестировать, и с какой суммы можно начинать, какие суммы вот им нужны, или можно вообще, вот как ты говоришь, да, за какие-то действия что-то получить, может быть, какой-то дроп в ваших токенах, да, и в токенах, может быть, той компании, там, проекта, который выходит. Тут как раз это прекрасный вопрос, и мы подходим к этому так, вот, интересно ваше мнение, насколько вы считаете это правильно. Retail community тоже неоднородная, есть разного рода игроки. Есть игроки, у которых нет времени, но есть какой-то там cash in the pocket, да, им гораздо проще и удобнее просто положить что-то в стейкинг или купить на что-то вот NFT pass и не тратить свое время на вот эти вот какие-то ежедневные, еженедельные активности. Оно может быть поменьше размером, но побольше ликвидности в этом community. А есть другой тип community, которая сейчас вот сидит в этих таблоках, наверное, плюс ZIL'ах и других всяких разновидностей экосистем, у которого как раз мало денег, совсем чуть-чуть, ну, несколько сотен баксов, да, и это вот их весь бюджет, из которых они мечтают сделать несколько сотен тысяч за этот сезон. И вот эти люди, они не готовы покупать кучу токенов, как у других ланчпэдов есть ограничения, ты без покупки их токенов на несколько десятков тысяч долларов в принципе не можешь даже шанса получить на локацию в проекте. Мы хотим привлечь к себе обе аудитории. Соответственно, наша основная механика кармы позволяет человеку без изначальных затрат заработать гарантированные локации, заработать аэрдропы без затраты вот, собственно, денег. Даже ончейн активности, которые мы делаем и которые дают десятикратно больше бонусов и ревардов за исполнение, они не подразумевают, что вы тратите деньги. То есть, к примеру, подтвердить, что у тебя есть столько-то эфира на кошельке, подтвердить, что у тебя есть столько-то USDC, сделать трейд, но не потратить эти деньги, а можно сразу же его открыть-закрыть, просто показать активность, почувствовать продукт, как говорится. То есть, тратить на это деньги не надо. Мы не хотим, чтобы вы каждую минуту тратили и сжигали свои деньги на минтинг каких-то бесполезных инфтишек и непонятных продуктов. Мы хотим как раз по-другому пойти за счет бесплатных, но активностей, которые заставляют задуматься, мы хотим привлечь аудиторию, которой это интересно. Например, я не знаю, как для вас, я сама не являюсь диджином, но с конца 23-го года, боже, что мой, я в куче квестов поучаствовала, на куче платформ, потому что воспринимала это как learning curve. Хотела понять, собственно, с точки зрения end-user, как это все организовано. И вот для меня как раз blueprint был, так сказать, классика жанра, это Linear Voyage Campaign на интеракте. Кто-нибудь от вас ее делал? Нет? Да ладно, ребят, боже, что вы пропустили. Тогда я даже не знаю, как объяснить. Дело в том, что вот это та компания, которая меня, человека, с одной стороны, не хомяка или не совсем хомяка, с другой стороны, не технического гика, она меня заставила заинтересоваться и, главное, понять вообще, а что такое, к примеру, аккаунт абстракшн и зачем он нужен? Что такое proof of humanity в блокчейн и зачем это, черт возьми, нужно? Какие инструменты есть, чтобы сделать proof of humanity и почему ими надо пользоваться? И прочие-прочие вещи на фундаментальном уровне, понимаешь? То есть это не было скучное, что вот я сейчас пройду какой-то курс и изучу это. Мне это, нафиг, не надо было изучать, я прошу прощения за выражение. Они меня погрузили нативно через квест-компанию в это все и оставили у себя в экосистеме. С тех пор я один из, ну, постоянно по рейтингу попадаю в десятку самых активных пользователей Linea City. Да, Linea City, сеть, она пока еще, может быть, и не конкурирует с эфиром, но при этом там за ней консенсус команда, которая сильнейшая, мощнейшая команда. Более того, это команда MetaMask. У них уже есть в проекте подтвержденные, они к скорому времени зарелизят. В MetaMask будет свой Apple Store, ну, типа Dapp Store, в которой проекты на Linea и наш launchpad, кстати, наш токен, будут нативно в MetaMask отображаться в MetaMask Dapp Store. И плюс они сегодня, если не ошибаюсь, новость вышла, что они хотят как раз свои карточки запустить, ну, банковские с визой MetaMask. А, вот это я упустила. Серьезно? Где такая новость была? Прямо сегодня была новость, сегодня я сейчас буду, после эфира буду записывать новости, буду это разбирать, и вот это было. ну, более детально все посмотрю, вот, но в целом прошла новость. Слушай, представляешь, как это будет круто? А где эти карточки взять? Этого мы не знаем пока что, но разберемся. Дим, давай, у тебя там есть, наверное, на какие-то вопросы тоже, давай, и потихонечку потом будем к вопросам от аудитории переходить. Да, да, то там уже ребят уже вижу в чатике, уже пишут, уже дискуссии пошли. Как раз я хотел спросить, ты говорил, что путешествуешь по разным странам, по любому участничному участничествуешь на крупных мероприятиях, будешь ли ты, к примеру, на блокчейн лайфе в этом году, и полнишь ли ты в России участвовать в каких-то мероприятиях, это может быть сама, либо как спикер, либо как с проектом. Звук двоится. И также по следующим случаям еще хотел тебя пригласить на наш CryptoU, который состоится в следующем году, 31 мая, 1 июня в Гинджик-арене, это, наверное, самая такая масштабная локация вообще в России, именно по проведению мероприятий его только-только отстроили, вот у нас там два дня будет форум, такой прям большой, грандиозный, вот поэтому тебя приглашаем в роли спикера, будем очень рады. Ух ты, это невероятно. Ребят, во-первых, огромное спасибо и начну с конца. Ваши мероприятия я точно не пропущу, особенно если это в Гинджике, если я не ошибаюсь, там еще есть потрясающий кофе по-восточному. Мы тебе найдем кофе, мы тебе найдем все, если приедешь. Мне кофе будет достаточно. Клубнику, шампанское, но я имею в виду, что все равно южное что-то нужно, как раз это будет уже клубника вовсю идти, поэтому, конечно, Геленджик Арена... Дима немножко это так скромненько, Геленджик Арена, я не знаю, просто гигантское сооружение, просто, да, там, не знаю, ни в Дубае, ни в Москве нет такого помещения, где проводили форуму, просто идеально для форума, поэтому мы там скинем все, ссылочки скоро на мероприятие, недавно подписали договор, да. Так что, будем рады видеть тебя спикером, если подтверждаешь, а Дима, запись есть же у нас, да, подтвердилось, все отлично. Все, подловили, ну, правда, серьезно, ваше мероприятие с удовольствием. Отвечая на первую часть вопроса, если честно, я с 19-го или даже с 18-го года не была в России еще ни разу, не потому, что почему-то, а потому, что очень-очень много мероприятий происходит везде и просто невозможно быть на всех. Более того, в целом, есть целые категории проектов, которые выделяют отдельно очень крупный бюджет и целую команду, которая вот просто едет по ивентам, выступает, рассказывает, рассказывает. мы в этом плане не совсем такой проект, то есть нам не обязательно стоять на сцене, чтобы привлечь инвесторов или аудиторию, и объективно у нас просто не хватает людей и ресурсов внутренних, чтобы охватить хотя бы половину имеющихся ивентов. Плюс есть еще обратная сторона. Обычно на ивентах цель какая? Познакомиться с новыми партнерами, правильно? То есть найти классных партнеров, классных инвесторов. Надеюсь очень, что все-таки комьюнити не сочтет, что я хвастаюсь, не дай бог, или выпендриваюсь, но в целом мы знаем почти всех в индустрии, вот кого нужно, а кого еще не знаем, очень легко узнать и достать через вторые руки. Поэтому я, наверное, немножко в этом плане ленива, потому что когда нужно с кем-то связаться, то, конечно, проще сидеть за компьютером, выйти на Zoom или Hangout Call и там пообщаться. Согласен, но CryptoUk это другое. Ты когда приедешь, ты поймешь, что у нас все, знаешь, такое, ну, мы по-душевному лампово делаем, тем более, как бы CryptoUk 2025 будет совсем другое. Кстати, CryptoUk 2024 вышел ролик сегодня вот в Телеграме пост выше, если вы нас смотрите на YouTube, канале, да, посмотрите CryptoUk, посмотрите, как это было. Ну, вот, помещение мы, конечно, решили расширить, потому что уже не помещаемся даже в это помещение, но там отдельное здание, три этажа было. Сейчас на следующий год масштабнее делаем. Но, кстати, мы планируем, у нас есть несколько коллег, которые переезжают в Россию, и вот кто-то из них обязательно будет участвовать на всех ивенты. Я лично приеду на ваш CryptoUk обязательно, но я к тому, что ивенты в СНГ, я думаю, мы тоже покроем одним из членов команды. И ты говоришь, что будет в 25-м году. Давай скрестим все пальцы. Буквально сегодня ты слышал новость про MetaMass карточки, а я слышала новость про новую пандемию обезьяния ОСПА. Слышали уже? Да? Ну вот это мы тоже слышали, да. Так вот крестим пальцы, чтобы это все сразу же как-то скукожилось, ушло и не навредило никак этому замечательному ивенту. Слушай, мы когда первый раз делали свой CryptoUk, у нас ребята приехали просто посмотреть на психов, которые в медвежку, в пандемию практически мы там цепляем, уже вот она там заканчивается, аэропорты не работают, ничего нет, это мы делаем CryptoUk в Новороссийске. Ну и собрали почти тысячу человек как бы со стендами, ну все, в декабре, в декабре, в декабре, в декабре, в декабре, в декабре, да, ну было плюс 14, люди сидели на ступеньках, в маечках, я помню, ну прикольно было, нам с погодой прям повезло, классно. А если ты говоришь, что это было в пандемию, как же вы обошли вот все? Не, не, это прям, знаешь, прям вот заканчивалась пандемия, уже начали открывать но вот прям только разрешили массовые мероприятия, более-менее, мы вот начали это все делать. Но вот люди приехали, посмотрели, были приятно удивлены и как бы потихонечку вот мы как раз бренд CryptoUk застолбили за собой и проводим мероприятия. Ну действительно, как бы да, вот Ростов, Краснодар, такие вот крупные города, Гленджи, Канапа, да, вот здесь вокруг никто этого ничего не делает, мы это делаем на юге, закрываем, как бы люди довольны очень. Я слышала от кого-то, что где-то в районе Сочи или Геленджика есть еще криптобаня. Это не ваше случайное мероприятие? Нет? Нет, это не наше, но есть в Краснодаре Union Club ребята делают, Дима был в криптобане. Дима, рассказывай это или не это. Ты был в криптобане? С криптобаником? Боже! Это немножко не было криптобаня, да, да. Не, на самом деле, тут много комьюнити на юге, на самом деле. Есть другая криптобаня, Дима, подожди, что-то мы не поняли. Колись давай. А не по всем. Ты мне так спрашиваешь, будто я эксперт по криптобаням. Вот, на самом деле, очень много комьюнити на юге, то есть это Сочи, Краснодар очень крупный, в Сочи там много, на самом деле, ребят, там здание целое свои строят, размещаются, живут, работают. То есть на юге очень много именно таких сообществ. Даже вот, кстати, нам кто-то рассказывал, в Сочи есть даже заведение, в котором там бассейны отапливаются, подогревается вода как раз от майнинга. То есть там, ну, много случаев, то есть очень много именно эксперт. Боже, человеческая фантазия не знает границ. Но это на самом деле очень здорово. Жалко, что они, ну, недостаточно пока крупные и большие, и у нас много, видишь, припонов, чтобы сейчас тяжеловато, конечно, летать в Россию, мягко говоря. Ну, мы все-таки тебя ждем, надеемся, что все уже будет открыто, все будет работать, аэропорт, и все будет хорошо. Слушай, скажи еще, а у вас вот вообще в стране есть, не знаю, там, биткоин-банкоматы, там, еще что-то. Я знаю, что, да, ты в Европу приезжаешь, как бы, да, и у тебя сразу встречают на ЖД, на авиа, в аэропортах, да, там, крипта, там, то-то-то, то-то, 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 реклама разрешена. Как люди вообще этим пользуются? Интенсивно? Слушай, первое, отвечая на вопрос, да, банкоматы везде, биткоин-маты, или как там их еще называют, у меня сын, подросток, он вообще только ими и пользуется. Значит, в целом, адобшн развивается на хорошем уровне. В Испании, например, уже сейчас второй или третий год ты можешь в своей налоговой декларации указывать доходы в крипте, платить налоги с крипты, ты можешь покупать недвижимость официально за крипту, есть целые регионы или поселки, где ты можешь купить себе дома у моря, где-то на побережье Испании, именно используя крипту. Однако, есть некая бюрократия, и Испания в этом плане ровно посередине между, наверное, Швейцарией и Россией. То есть, вроде, прелестная, солнечная, веселая страна, но при этом вот это вот немножко советская бюрократия здесь. Ну, у нас тоже здесь потихонечку-потихонечку вроде как налаживается, да, закон приняли, не запретили, обменники можно, там, рекламировать нельзя, но все это обходится. Так что, в принципе, как бы легализовали всю эту историю, посмотрим, как это будет все работать с первого сентября, потихонечку будет включаться, в ноябре будет уже закон о майнинге включиться. Посмотрим. Ну, как бы, в любом случае, не запретили, слава богу, все хорошо, легализовали, да, можно, в принципе, работать. Дим, ну, давай, вопросы от аудитории. Ребят, не забывайте, что за лучшие вопросы у нас сегодня будут необычные призы, у нас будет NFT, которая будет как минимум стоить денег, плюс будет давать разные привилегии, плюс у нас еще накинем кармы вам немножко, да, вот, это за второй вопрос. Ну и, в принципе, я думаю, Дим, может быть, мы еще билетик на Амбрелло подарим? Да, можно как раз все по-троим выбить. Да, мы подарим вам, ребят, за третий вопрос лучший билет на форум Амбрелло 2.0, на котором мы тоже будем присутствовать в Москве, 28 числа он будет проходить, приезжайте, пообщаемся, если кто-то нас не знает, познакомимся вживую, в общем, ну, будет круто, мы там будем, будет стенд, я там буду выступать, будем снимать контент, ну, как всегда, поэтому Амбрелло 2.0, 28 августа, Москва. Дим, давай вопросы. Да, поехали. Друзья, всем привет, что нужно учитывать при создании и реализации стартапов веб-3, чтобы они были устойчивыми и успешными в долгосрочной перспективе? Так, еще раз, что нужно учитывать при создании веб-3 стартапа? Да, да. Чтобы устойчивыми были в долгосрочной перспективе. Это, с одной стороны, классный вопрос, с другой стороны, мне бы очень хотелось пообщаться с автором и спросить, чем веб-3 стартап в данном случае отличается от любого другого бизнеса? Когда ты создаешь любой бизнес, ты о чем обычно думаешь? Ты думаешь о том, как сделать его прибыльным, как с минимальными ресурсами времени и команды и денег создать MVP, как сделать первый трекшн, первые продажи, сделать то, что мы называем product market fit, то есть убедиться, что ваш продукт нужен рынку и как его потом масштабировать. И вот в этом, это на самом деле частично, наверное, беда или проблема криптоиндустрии. Помните, еще несколько лет назад суперактуальные были дискуссии везде, в форумах, все топовые спикеры обсуждали про UX, UI в крипте, какой же он плохой, да, по сравнению с Web2 продуктами и что это реально останавливает адопшн, масса адопшн, потому что, ну, невозможно представить себе, чтобы рандомный Web2 пользователь вообще разобрался хотя бы как начать пользоваться метамаском сам, без того, чтобы рядом с ним сидел криптан и пальцем ему показывал, куда нажимать, что и зачем. Я сама помню, когда первый раз метамаск... А если ты начинаешь спрашивать, как метамаске добавить сеть где-нибудь в каком-нибудь комьюнити, тебе кидают помидоры, вот так иди отсюда, а если в каком-нибудь форуме конкретном, там, серьезном, тебе говорят, ты не можешь задавать вопросы, от тебя нет еще, я не знаю, там, уровня какого-нибудь. Поэтому мы как раз таки и делаем вот нашу крипто-социальную сеть и крипто-эмерженс вообще приложение, где новички смогут общаться, где их не будут кидать помидорами, вот эти вопросы можно задавать. Ты правильно говоришь, что вот в этом проблема, где новичкам взять эту информацию, они боятся задать вопросы, а кто задает, некоторые там, блин, я на эфире у нас был, помнишь, Дима, да, человек, мне нужен специальный компьютер, ребят, для того, чтобы купить крипту. Вот реальный вопрос был, понимаете, вот он настолько не понимает, что это такое. И это нормально, я говорю, не переживайте, задавайте эти вопросы, лучше задавайте, мы ответим. Мы не смеемся, мы действительно обсуждаем и говорим человеку. Совершенно верно. И вот как раз об этом речь, о том, что многие люди, с одной стороны, недооценивают, насколько сложно, вот мне сейчас, например, наверное, будет сложно объяснить новичку, как зарегистрироваться в Метамаске. Но я помню, много лет назад, не поверьте, четыре часа я убила на то, чтобы разобраться, как его установить и как сделать первую транзакцию. Я до сих пор помню вот это потные ладошки, когда это же, ну как, отправила, куда отправила, кому отправила, дошли ли они и так далее, и так далее. И проблема как раз в том, что многие криптопредприниматели, кто хотя бы построит бизнес в крипте, они забывают, что первое слово бизнес, а не крипта, не веб-3. И начинать надо с этого, надо подходить к этому прежде всего с точки зрения продукта, аудитории. То есть это ничем не отличается от веб-2, как мы называем, от классического парксмода, если ты строишь бизнес. А из-за того, что многие больше думали про вот эти слова веб-3 и крипта, и мы получили огромное количество продуктов, которые зарейдили, там удалось им, ну повезло ребятам на бул рынке или от каких-то там не очень опытных инвесторов, зарейдили миллионы или десятки миллионов, но в итоге это продукты, которые никто не пользуется, никому не нужны, и никто даже не понимает, что они делают. Поэтому совет, отвечая на вопрос автору вопроса, начни именно с бизнес-части, определись, зачем вообще, почему веб-3, то есть какую проблему ты этим решаешь, зачем там блокчейн, нужен он или нет. Если ты хочешь токенизированный продукт со своим токеном, то опять же, а зачем там токен? Потому что очень многие кейсы, когда токен привязан, извините, как сову на глобус натянули, но он там вообще ни разу не нужен. И вроде, опять же, каких-то денег собрали от комьюнити, если токен только для облегчения рейза, то сразу лучше об этом забыть. Может быть, в лучшем случае, когда уже самая жара бул рынка начнется, то можно будет поднять под это каких-то денег. Но это не построит долгосрочный sustainable бизнес, о котором вы спрашиваете. Начинать надо с бизнес-части. Я надеюсь, без особых вводных, вот если high-level, постаралась ответить на вопрос. Если бы это был 2017 год, то мы бы ответили по-другому. Токен быстрее создавать, полетели куда-нибудь собирать деньги. Сейчас, к сожалению, все наоборот. Черное-белое прям. Не надо. Если есть возможность, не создавать токен, потому что потом вам надо будет его листить на бирже, листинг стоит очень много денег, плюс у вас еще маркет-мейкер, плюс у вас ликвидность и так далее. Это все не сейчас, это точно. Смысла нет сейчас делать. Ну, как бы, ну, по крайней мере, я, если токен там не нужен, если он действительно не применяется, лучше не делать, как бы, и, не знаю, спросить лучше, у кого-то нужен или не нужен, потому что действительно можно просто спалить деньги. Кстати, Ян, можно, уж раз ты заговорил об этом, да, про листинг на бирже, какой он дорогой, очень многие люди недооценивают, с обеих сторон причем, и фаундеры, и ритейл-инвесторы, комьюнити. И я очень прошу всех, кто у нас слушает сейчас и будет слушать записи, осознать одну вещь. Первое, листинг на бирже, чтобы вы понимали, вот вы, допустим, если ритейл-комьюнити топите, чтобы скорее ваш проект, в который вы зашли, там, на ранней стадии, вышел на цексах, вы должны понимать, что выход на цексы будет стоить проекту самое-самое минимум, вот прямо самое минимум на самых tier 4, или даже 25 exchange от 50 тысяч долларов и выше. В среднем, тот же Bybit, о котором вы все мечтаете, чтобы ваш проект вышел хотя бы на Bybit, если не на Binance, полмиллиона. От полмиллиона. Я только хотела сказать, и это только та часть, которая в стейблах ты даешь бирже, не считая части в токенах, не считая части на маркетинг, на маркетмейкинг, ликвидности и прочее, и прочее. И просто я за последнее время общалась с несколькими фаундерами проектов, которые в ужасной депрессии, которые запустили свой токен, потратили больше половины денег на листинг, на цексах. Почему? Потому что индустрия, тренд, инерция, все тебя туда тянут, все говорят, надо листиться на цексе. Инвесторы туда тянут, ритейл туда тянет, в комьюнити, соответственно, все, деньги закончились, после листинга на цексе токен ушел в пике, и все, после этого зарейдить невозможно, бутстрапить проект они дальше не могут, и они просто в тупике не знают, что делать дальше. Это не один, не два, не три таких проекта. Таких очень много. Поэтому... Потому что сейчас органических торгов на рынке, они сами даже предупреждают, говорят о том, что якобы на бинансе на 40%, на байбите на 60%, но я думаю, что там все 80% снизилась торговля, именно органическая. Понятно, там маркетмейкеры торгуют, показывают объемы, варианта другого нет, но органики нет, нету покупателя, нету продавца действительно органического, поэтому они выходят туда и все. А продает кто? Продает только комьюнити, пайник сейл у них начинается, видит, что валится все вниз, ну давайте продавать, а что делать, раз цена валится, что потом делать еще? Поэтому да, сейчас вот на вот этом рынке нам тоже говорят, вот ребята, давайте там уже на другую биржу. У нас, хотя не просто токен, у нас блокчейн, у нас коин, мы на чейн-листе, мы потратили кучу денег, у нас там можно и смарт-контракты создавать, у нас свой кошелек, да, такой же, как метамаск, трассвалит, да много продуктов разных, и я понимаю, что сейчас, если мы пойдем на какую-то еще биржу, это просто выстрел себе в голову. Сейчас не тот рынок, чтобы вообще листиться на рынках, децентрализованных каких-то решениях, да, можно листиться, но там не будет вам coinmarketcap, а тогда, ну не светит пока, то есть может быть coingeco вас залистит к себе на площадку, но coinmarketcap нет, все же хотят на coinmarketcap, но мы попали туда, да, ну мы пережили этот медвежий рынок, вот, ну, я считаю, что достойно, вот, сколько, да, три года, Дим, да, падает и падает и падает и падает, и не прекращает, но ничего, двигаемся дальше, поэтому, ребята, если вы хотите сейчас выходить на рынок и создавать свой токен, ну, я бы подождал бы, мягко говоря, подождал бы. да, 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 и особенно с листингом, более того, не для каждой бизнес-модели имеет смысл сразу же листиться на сексе, как ты правильно сказал, Dex, это вполне себе решение для очень многого количества бизнес-моделей и юзкейсов, как минимум на первые там три месяца, полгода, пока вы не встанете на ноги, не масштабируетесь и не начнете уже показывать реальный дирекшн. Да, да, сто процентов. Давай, Дим, дальше. Это я зачитываю, если что, это вопрос. А, каково. Нелли, дорогая, волшебная, какова ваша персональная история входа в IT-индустрию? Как вас воспринимали представители сильной половины человечества, узнав, что вы нетипичный для отрасли девушка, да еще и руководитель? Как удавалось справляться со стереотипами и отношению к вам? Случался ли синдром самозабанца? Это вопрос от девушки, наверное. Да? Да, да. Да, потому что я думаю, что для мужчин это не является никакой, никаким удивлением, наверняка, не воспринимаете давным-давно как что-то удивительное, общаетесь ли вы с одним полом или с другим, это не суть важно. А для девушек по-прежнему по-прежнему их очень на самом деле мало в нашей индустрии. И давайте так, во-первых, если я правильно помню вопрос, в IT-индустрию, я не в IT-индустрии, ну то есть как, я может быть и в ней, но не являюсь ее непосредственным участником, разработчиком, и честно, в ходе я ни черта не понимаю. К сожалению, к огромному. Ох, как я жалею, что не было в наше время в школах курсов программирования. Теперь, что касается именно вот ролей, да, женщин, мужчин, нет, у меня никогда не было с этим проблем. Я не воспринимаю, опять же, людей пополам, как бы это ни звучало. В нашей команде из трех фаундинг-партнеров, два, это девушки, я и моя партнера, Екатерина, которая просто потрясающая. В целом, в команде, наверное, 50-50 у нас и такие, и такие работают, причем не как традиционно, да, мы... Ну, знаешь, извини, перебью, но девушек 51%, да? Возможно, возможно. Слушай, я вот так вот не считала. Часто у нас бывает, да, ну, меняются же люди, да, кто-то уходит, кто-то приходит, но в целом, да, из такой core аудитории больше core членов команды, больше девушек. И это не потому, что мы делаем над этим какое-то усилие, потому что мы выбираем людей именно по способностям, по талантам и по их вкладу в проект, как любой здоровый, наверное, надеюсь, стартап, проект и прочее. Что касается синдрома самозванца, а может мне кто-то объяснить, что это? Мы не знаем, если бы мы знали. Синдром самозванца, но если есть возможность, Татьяна, уточните, пожалуйста, именно, что имеется в виду, и мы тогда чуть позже ответим. Дим, давай тогда следующий вопрос. Спасибо за вопрос. Раз у вас замечательная девушка из комьюнити, я хотела ей передать привет и сказать совет. Не надо переживать или бояться по поводу того, что вы входите вот в эту мужскую брутальную индустрию, потому что, опять же, если вы работаете с умными, талантливыми людьми, вам не важно вообще, какого они пола, национальности, на каких языках говорят, и большинство людей все-таки, во всяком случае, нам повезло в нашем окружении, среди наших партнеров, коллег и прочее, это как раз такие люди. И они точно так же относятся. Более того, у вас есть некое преимущество, наверняка. К примеру, у нас уже несколько раз было потрясающие кейсы партнерств только за счет того, что, например, в команде партнера за ключевой вопрос отвечает девушка. И для нее настолько неожиданно, что на кол приходят фаундеры тоже женского пола, да, и мы иногда там что-то и по-женски пошутим, да, какие-то там девчачьи штучки обсудим. И это разбивает не просто лед, а моментально просто позволяет выйти на другой уровень отношений и решить партнерский вопрос в 50 раз быстрее, чем это решается обычным способом. У нас буквально сегодня еще один очередной такой кол был, стоп протоколом, где просто начальник команды анбординга проектов, грантов, да, моментально просто перешла на другой уровень обсуждения темы только за счет этого. Поэтому, Татьяна, да, вы сказали, вот Татьяна, не надо бояться, переживать, в этом есть только преимущества. Да, у нас тоже самый главный лозунг с самого начала, неважно из какой ты страны, на каком языке говоришь, какого ты пола, там, национальности, для нас, ну, все люди равны, у нас все партнеры, мы двигаемся вот в этом направлении, вот, и всегда будет только так. Поехали дальше. Вопрос, вы сами в каком-нибудь проекте участвуете или Сапожник без сапог? А если участвуете, то скажите, пожалуйста, поподробнее. Участвую в каком-нибудь как инвестор, как адвайзер, Наверное, как инвестор, скорее всего, потому что мы как раз говорили в этот момент о лоунчпадах, о инвестициях, и этот вопрос прилетел, если я правильно понял. Ага, я инвестировала в достаточно много проектов, причем как маленькие чеки, так и весьма крупные чеки. Один из проектов, который, возможно, знает ваша комьюнити, это Ava Protocol, который сегодня называется CrossCurve. Вы же знаете его, да? Вы с ними сотрудничаете. Да, Ян? Да, да, да. И еще Metis проект, если я не ошибаюсь. И Metis проект, но Metis проект, я не была там полноценной инвестором на ранней стадии, скорее адвайзером, то есть мы им помогали привлечь первые инвестиции от нашего комьюнити крипто VC инвесторов. В то время я сама еще не инвестировала как VC, как ангел, я больше как раз просто покупала токены на рынке, то есть токены Metis, я не буду врать, многие инвесторы покупают токены протокола на рынке и рассказывают, что вот они ранее инвесторы в протокол. В данном случае нет. Однако, да, та же самая Ava CrossCurve, мы инвестировали достаточно крупную сумму, я лично из своего кармана, еще больше двух с половиной лет назад, то есть задолго до того, когда они анонсировали листинг, анонсировали TGE и прочее, и прочее. Это один из проектов, один из примеров. Мы до сих пор верим в этот проект, мы до сих пор считаем его сильным, фундаментальным проектом с очень талантливым фаундером и CEO Борисом, который, как вы знаете, тоже очень-очень продвинутый, у них огромное количество инноваций под капотом, у них шикарная партнерка с Терфикосистемой, поэтому я верю, что у Ava все будет хорошо, надеюсь на это и как инвестор, и как субпотер. Помимо этого, другие проекты я инвестировала в MetaRun, это игра криптогейминг проект, к сожалению, классная игра, но, к сожалению, они совершили ряд ошибок при выходе на рынок, после выхода на рынок и при распределении вот тех самых ревардов для комьюнити, когда это, наверное, отдельная тема, которую, возможно, вы обсуждаете на ваших стримах или еще где-то, вся эта история вокруг аирдропов, вокруг комьюнити ревардов, парминга и прочего. Так вот, еще даже до всего этого хайпа MetaRun, к примеру, совершили ошибку, они, чтобы быстрее показывать рост и вот эту вот поступательную, постоянную динамику, все больше и больше и больше daily, weekly, monthly users, они начали больше плюшек давать новичкам и тем самым обидели loyal community, вот то самое core community, которое было с ним с самого начала, до всего хайпа, до киуэлла, до прочего. и после этого уже все остальные ошибки сложились как карточный домик. То есть сейчас я не надеюсь, что наша инвестиция хоть как-то обернется хотя бы десятой долей того, во что вложили. Потом, во что мы еще вкладывали? Power Bordicloud, тоже шикарная команда, очень фундаментальный проект, не знаю, правда, когда они уже наберут ускорение. Я инвестировала больше, чем в 13 проектов, отвечая на вопрос сапожник без сапог, и это только как вот ангелы VC инвестора с достаточно крупными чеками, чтобы не называть себя ритейлом и заходя на ранних раундов. Слушай, кстати, ты запоминай вопросы, которые тебе понравятся, мы их потом ты будешь выбирать, кстати, победителей, чтобы потом их не перечитывать. А по поводу, кстати, Metis, они тоже участвуют у нас постоянно на Криптоюге, последний раз были они спонсором Автопати, и одни из крупных инвесторов в экосистему в Новороссийске, они постоянно встречаются, приезжают к нам, но с их слов мы знаем этих инвесторов, ребят с проекта Metis, и они постоянно общаются, они постоянно вкладывают деньги, они одни из самых крупных инвесторов в Новороссийске. А в Новороссийске они куда вкладывают? В стартапы из Новороссийска? Нет, они в Metis проект, я имею в виду, что они вкладывают в разные стартапы, но вообще в Metis они вкладывают деньги, они одни из самых якобы крупных инвесторов. Я не буду утверждать, но это точный факт, инвестирует. И говорят ребята из Метис, что они одни из самых крупных. Мы их просто знаем лично. Потрясающе. Ну, раз вы с Метисом так дружите, ребят, вам приятно, наверное, будет узнать, что Метис один из ключевых партнеров не только Edminda, но и Alphaminda, LandPad. Мы уже интегрировали их в блокчейн у себя, вот нашу multi-chain архитектуру. Лена, ко-фаундер Метиса, и Том, CEO Метис протокола, являются нашими адвайтерами и партнерами в Alphaminda. И мы с ними тоже обсуждаем как раз дополнительные перки и реварды от их протокола на уровне экосистемы для нашего комьюнити. Лене привет от нас. Обязательно. Она у нас, по-моему, пару раз, да, была на эфире, Дима, если не ошибаюсь? Да, пару раз была. Тоже собирается приехать к нам на форум новороссийской. Она говорит, ты давно уже в России не была. Тоже говорит, хочу, хочу, хочу. Может быть, на следующий затащим все-таки их лично. Я вам, правило, бог велел устроить заодно и криптобану там. Да, это будет нормально. Потому что криптокальяны? Идеаль. С видом на море, там такой балконовый. Можно было с этого прямо и начать. Все будет. Понял, Дим. Все, в брошюрке пишем криптокальян. Все, дальше уже все понятно. Люди будут. Вот эта вот система в конце где-нибудь. Никому не интересно. Так, поехали дальше. Всем привет. Вопрос. О чем вы пожалели на своем пути в венчурного фонда? На все ли хватает внимания? Хватает ли вам экспертизы этих всяческих новых проектов? Этих всяческих новых проектов. Отличный вопрос. О чем пожалели? Очень о многом. Но самое большое, о чем... Если вот с точки зрения инвестора, VC-инвестора, ангел-инвестора, честно скажу, больше всего я жалею не о тех кейсах, когда, как говорится, упущенная прибыль, да? То есть, когда был очень сочный проект, но ты по какой-то причине его упустил. Я жалею не о тех кейсах, в которые мы сильно-сильно верили, но они провалились как инвестиции. Больше всего я жалею, их было парочка, о ситуациях, когда у нас были сомнения насчет проекта, были какие-то ред-флаги, но партнеры уговорили, и мы буквально, ну вот чуть ли не вслепую, да, мы такие, ладно, махнули рукой и зашли в эти проекты. Вот, вот если чисто персональное мнение, больше всего у меня сожалений о таких кейсах, потому что, когда ты сам совершаешь ошибку, ты берешь за нее ответственность. Когда что-то происходит, да, форс-мажор, опять же, ну что, на этом только можно научиться на ошибках. А вот когда ты по глупости поддался чьему-то влиянию, более опытного, более умного, как тебе казалось, да, человека с большим количеством инсайтов, и зашел в проект с деньгами, который сдул тебя, но у тебя были сомнения насчет этого проекта, вот это вызывает самые большие сожаления, которые прямо ух, ух, как жалко, прям не представляете. Извини, там какая-то еще часть вопроса была, да, помимо сожалений. Хватает ли у вас экспертизы на всяческие новые проекты? Внутренней экспертизы, конечно же, не хватает. Более того, я скажу, у нас есть партнеры, фонды, у которых 40 человек работают только в ресерс-департаменте, 40 человек сотрудников, представляете, фулл-тайм, только и занимаются тем, что отбирают проекты, делают дью-дил и ресерч-шинка. И даже они признаются, что у них порой не хватает экспертизы. Поэтому дело не в том, чтобы у вас хватало экспертизы или у нас на все внутри. Дело в том, чтобы у вас были доверенные партнеры, которые могли бы закрывать тот или иной гэп экспертизы, которой у вас не хватает. Например, не хватает у нас внутри именно сугубо технологической экспертизы в DeFi-сегменте. Но у нас есть потрясающие партнеры, которые сделали крупнейшие на рынке DeFi-проекты сами, другие партнеры, которые стоят за всеми инновациями в ТОН-экосистеме, например, которые знают от и до. Им достаточно глянуть на OpenCode или еще что-то, чтобы понять, что там может быть не так или какие риски. И мы с ними делимся. Но базовая, фундаментальная экспертиза, она покрывает ведь не только продукт. Дело не в продукте. Дело в комбинации команды, бизнес-модели, того самого продукт-маркет-фит, как по-русски это сказать, да, ну, я думаю, все поймут, о чем идет речь, трекшена, включая маркетинг, и вот этого ситуативного, рыночного сентимента, который позволяет тебе померить или предположить, насколько этот проект вот здесь и сейчас актуален, нужен и востребован. Вот это комбинация и вот это... Слушай, а насколько поменялось вообще вот, ну, раньше, да, 20-й год, 19-й год, если там фаундер проекта скрыт, то в принципе деньги получить можно. Сейчас, если фаундер проекта не показывает свое лицо и не общается, допустим, с инвесторами, то получить деньги практически невозможно, правильно? Если фаундер не общается с VC-инвесторами? Нет-нет, допустим, вот с инвесторами, которые там с тобой, да, чтобы попасть на лаунчпад, он говорит, я не буду общаться, я скрытая личность, вот SEO, вот там этот и все. Сейчас это же невозможно сделать. До свидания, да, до свидания. Вот все, то есть изменился подход в любом случае, правильно же? У нас всегда был такой подход, у нас, в нашей компании. У вас, да, но в рынке был подход, что типа, если фаундер не хочет себя показывать, ну ладно, все равно дадим денег. Знаешь, тоже шекарный вопрос, вот чувствую я, ты получишь приз сегодня. Но на самом деле, если серьезно, в рынке в целом изменился, но рынок тем и рынок, что он не какое-то, как не единое существо, да, то есть многие, я надеюсь, опять же, научились на своем опыте и на своих ошибках, потому что мы лично общались с огромным количеством инвесторов, которые разгребали вот как раз такие кейсы, о которых ты сейчас говоришь, в 23-м, в конце 22-го, в 23-м году на Б-рынке, когда эти проекты все сдувались, как мыльные пузыри, и инвесторы даже не понимали, кому идти и предъявлять претензии, на кого в суд подавать, кем вообще ругаться, да, потому что к ним их приводил какой-нибудь адвайзер, они ни разу не общались с фаундерами, и вот всякие такие истории. Я надеюсь, что многие научились на своих ошибках, но почему я говорю, что это нельзя про всех говорить, потому что, как показал опыт, не все учатся на своих ошибках, и я вижу даже сейчас некоторые криптовиси продолжают повторять не эту конкретную, а другие ошибки, которые они клялись и божились, никогда в жизни больше не повторять. Да, здесь потому что я сразу говорю, я всегда вот Диме говорю, криптонов, память короткая, их кинули, через 2-3 месяца можно кинуть еще раз, все нормально, рыбка Дори, ну как в этом, в мультике. Да, да, подобное. Ребята, будьте аккуратны, ну правда, шутки шутками, но будьте аккуратны, изучайте проекты, если что, пишите в чат нам, ребята, хочу вложить вот сюда, мы вон к Нелле пойдем, она нам, если что, поможет расшифровать этот весь проект, если надо будет, да, поэтому лучше проверенные инвестиции, проверенные стартапы вкладывать свои там деньги, да, то есть прийти вот на лаунчпад, спокойно вложить, получить аллокацию, сделать какие-то движения, да, если сами в этом не разбираетесь. Да, и причем просто уже в продолжении этой темы анонимные команды бывают двух типов. Первый тип полностью анонимный для всех, то есть как ты привел в примере, да, они общаются с инвесторами, не показывают себя никому, а другой тип это анонимные на публику, то есть, например, представим, да, это команда китайцев, которые живут в Китае, в материковой части, там крипта, допустим, забанина, им будут большие последствия, переезжать в другой регион они не хотят. Соответственно, эти команды, они рады раскрывать себя VC-инвесторам, партнерам, ланчпэдам, то есть они готовы предоставить свои документы, паспорта, еще что-то, то, что надо, но единственное, они не могут раскрывать себя на публику, писать там в Линкедине, на сайте вешать, это нормально, то есть вот этот кейс, он может быть, но при этом инвесторы и ланчпэды могут делать due diligence на проект. Вы как ритейл комьюнити всегда можете прочекать эту ситуацию, узнав у ланчпэда или у кого-либо, а вы вообще делали KYC due diligence на самих членов команды, если видите анонимный проект, который вот публично не раскрывает своих фаундеров. И плюсы, да, вот, типа, кто создал хомяка, да, сейчас он будет листиться на бирже, понятно, мы не знаем, никто не знает, но когда ты приходишь листиться на бирже, ты по-любому говоришь, кто ты, предоставляешь, ты общаешься, то есть по-любому биржа, если ты как бы вышел на крупную биржу, знают, кто создал проект, по-другому никак, не вариант залиститься, так, я пришел там, может, конечно, кто-то залистить твой токен, но это там на DEX-ах на каких-нибудь может произойти, если у человека есть там, ну, в принципе, можно создать пару, да, а на централизованную биржу так не получится, по-любому нужно будет общаться и предоставлять все документы. А фаундеры хомяка анонимные? Ну, пытались быть анонимными, но и до сих пор, да, то есть как бы не заявляют о том, что это вот, это наша, да, то есть, но уже нашли кто там, фаундер хомяка, наши, наши, все наши. Я знаю, я поэтому и удивилась, мне казалось, все знают, что кто это. Нет, информации нету типа вот о проекте, что вот мы, вот наш сайт, вот там white paper, вот это мы, вот этот, то есть нет, такого нет, не найти. Ну, может, так. Как заработать карму в лаунч-паде и на что она влияет? Апдейт, слушал во время эфира, услышал, как ее уже заработать. А, услышал, на что влияет, но как ее заработать, скажите, пожалуйста. Заработать очень просто. Дело в том, что карма, ну, представь, как в Индии, карма, это за все хорошее, что ты делаешь, тебе плюс к карме. Вот сейчас эфир, вот сейчас эфир смотришь, вопрос задаешь сейчас, может быть, карму и получишь. Вот. Да, да, именно так. В этом и концепт. То есть мы хотим, я, наверное, не очень, как привыкла сама себя или наш продукт пока еще рекламировать, потому что вот в реальный паблик, прямо большой паблик-ланч мы планируем в ближайшие недели на миллионных там инфлов, QL-ов, выступлений и прочее. и может быть, я не очень это емко и понятно говорю, но весь смысл вообще нашего ланчпэда, ребят, зачем, так вы думаете, вот приходило ли кому-то в голову, когда вы слышите о любом новом ланчпэде, это черта он нужен, ну то есть зачем, уже столько ланчпэдов, их не десятки, их не сотни, их реально тысячи, ну зачем еще один ланчпэд? Позвольте ответить на этот незаданный вопрос, потому что в начале этого года, вот буквально зимой, многие из наших портфолио компаний и проектов из DealFlow начали, ну помните, рынок был оживший, помните вот эти вайбы, января, да там, предхалвинг перед, ой-ой-ой, биткоин ETF там только что вышел, то есть все уже думали, что мы в булл рынке в настоящем, и многие стали наконец-то ланчить свои проекты, и пошли по топ ланчпэдам, потому что комьюнити требует топ ланчпэд, VC требует топ ланчпэд, и это просто нечто, что сейчас творится с ланчпэд рынком. Изначально ланчпэды позиционировались как платформы, как такой платдарм для ранних проектов, получить лояльное, теплое, живое комьюнити, и вот собственно токен ланч, да, сервис, и фандрейзинг, дополнительный фандрейзинг в комьюнити, чтобы получить денег как раз на ликвидность и на листинг на бирже. Вот это выглядит сейчас. Ни одного из этих трех пунктов ланчпэды не дают. Комьюнити, они не дают проектам, потому что комьюнити ланчпэдов это флиперы. Я, пока мы ресерчили, до того, как мы приняли решение делать свой ланчпэд, так как мы партнеры со всеми топовыми ланчпэдами, от, там, даумейкера, CD5, только стартера, до, там, каких-то небольших а-ля комьюнити и прочее, и прочее, да. Я созванивалась с фаундерами большинства ланчпэдов, и ванк ванк говорила, они сами говорят, наши комьюнити, им плевать на проекты. Они вообще им, они даже не знают, что за проект, который мы ланчим. Им главное, да, вот сейчас кинуть, там, 50 баксов, завтра вынуть 500. Все, больше не интересует совершенно ничего. И когда я им задавала вопрос, а почему же вы не занимаетесь образованием комьюнити, не рассказываете им, они говорят, это не стоит затраченных времени и ресурсов. Нам это не нравится, мы этого не хотим делать. Мы хотим сделать ланчпэд, который обратно возвращает вот это лояльное и умное ритейл комьюнити, чтобы к ритейлу относиться не как к обезьянкам, которым говоришь, вот, неси деньги сюда, и, может быть, тебе повезет. И они несут автоматом деньги сюда, и дальше либо там выходят из них с прибылью, либо плачут и жалуются, что проект был гэй или рынок какой-то неправильный. Мы изначально хотим подходить другим способом. Поэтому у нас, да, с одной стороны нет refund policy, с другой стороны полная прозрачность в отборе проектов на этапе вообще первичного дью-дела, то есть наши VC-аналитики из воронки тысяч проектов выбирают десяток. Этот десяток до принятия решений, ланчим мы их или нет, мы показываем комьюнити еще пока мы их анализируем. Мы открыто говорим, какие у них есть профи-конс. Мы делимся единственной в индустрии с комьюнити investment memo. Это документ от наших VC-аналитиков, который показывает вам все фундаментал проекта, питчдек, команду, токеномику, токен-ютилити и анализ наших аналитиков по всем основным параметрам и критериям проекта и прочие-прочие нюансы. Так вот, возвращаясь, я прошу прощения за долгий ответ к вопросу кармы. Карма тоже часть этого же самого подхода к прозрачности и честности относительно ритейл-комьюнити. То есть наша карма подразумевает, что мы не хотим манипулировать и куда-то там гнать трафик. Мы говорим, если ты хочешь, тебе интересен вот этот проект или вот этот продукт, вот этот партнер, вот эта активность, поучаствуй, попробуй, по тесте, зайди, зарегистрируйся, сделай какие-то действия, изучи, ответь на вопросы и ты получишь за каждое свое действие карму, которая имеет ютилити, которая выражается в твои реварды. То есть это не слепая тапалка, это не то, что ты как инвалидам пальцев поднавишься, тапая куда-то и не понимая даже, какие реварды ты получишь. Чем больше твоя карма, тем более VIP-статус у тебя в экосистеме с возможностью залететь в любые гарантированные локации, получить максимальный аирдроп наших токенов, получить максимальные реварды и бонусы от наших партнеров и экосистемы. Слушай, ну круто, на самом деле такой подход это хорошо. Давай тогда я еще один вопрос задам. Первое, проект собирает деньги, как вы его отдаете, какой процент берете и самое главное, вот у проекта проблема, вот они собрали деньги, их там кучей отдали, вот так вот, допустим, с лаунчпада, что они делают? Они начинают бездумно покупать рекламу, думать, что это сработает, лишь бы купить, листятся на биржах, платят полную сумму, плюс берут маркетмейкеров, те, которые их кидают и так далее, да, и хороший проект, в принципе, да, бывает, на этом загинается. Если бы вы еще помогали бы там листинг, да, то есть со скидкой, с возможностью объяснить проекту, что это не показатель того, что вы пойдете на топ биржу, да, сольете свой бюджет и у вас все будет хорошо и так далее, и плюс отдавать деньги, да, то есть какими-то частями может быть, да, собрали деньги, допустим, там есть какой-то голосование, там да, да, то есть да, действительно проектом сделать то, что обещал за три месяца, мы даем там следующий транш и так далее. Вот это бы привлекло бы, мне кажется, комьюнити, им было бы интересно, да, там голосование, сделать еще что-то, плюс проект понимал, что он не просто приходит деньги собрать и кинуть там, да, кого-то, такие вам не нужны, а именно, что здесь мне помогают, мне там комьюнити пытаются собрать, там с тем познакомили, на бирже вывели и так далее. Вот этот вот подход был бы супер крутой, это точно. Спасибо большое за твой фидбэк, если честно, мы это все делаем, кроме поэтапного распределения средств. Мы рассматриваем эту возможность на чуть более позднем этапе, то есть ближе к осени, может быть, после нашего ланча, когда у нас уже будут токены DAO-механики внедрены, это раз, и второе, когда мы помимо токен-сейлов прямых, уже паблик-раундов, будем делать еще предварительные раунды по оценке VC. Это тоже у нас будет механика, возможность ритейл-инвесторам зайти в раунды по оценке VC, седа-преседа. И тогда, да, имеет смысл вот в механике, как ты сказал, поэтапного распределения средств в зависимости от достигнутых KPI или milestone. что касается первой части того, что ты сказал, у нас все это есть, и даже больше, мы делаем, как мне кажется, честнее, я последние вообще 2-3 недели, наоборот, отговариваю проектов, листиться на сексе. То есть дело даже не в скидках. Все сексы, ну, кроме разных... Отговорить, отговорить это тоже хорошо. Я же и говорю, что ты как раз так... Не надо, ребята, вы потеряете за денег больше. Да, да, да. То есть там скидки, слушай, это правда легко. Ну, ты сам знаешь, вы партнеритесь с биржами. Любой биржи, скажи, мы будем приводить к вам проекты, которые там... Ну, будет он платить не полмиллиона, а 480 тысяч. А от этого, собственно, мало что меняется, да? А главное концептуально. Поэтому выбор проектов это непростая штука. Потому что вот как я вначале рассказывала, да, что вот для тебя там Sequoia Coinbase является каким-то топом. Ку-коин в бэкерах, еще что-то. Да нет. Agreement с Bybit, да. Многие ланчпэды, я бы сказала, большинство топ-ланчпэдов сейчас требуют от проектов, если вы хотите ланчиться, например, там на Daumaker, у тебя должен быть как минимум подписанный контракт с подтверждением от Bybit. Но что это говорит о качестве проекта? Ничего. Это просто говорит о том, что проект либо собрал много денег и готов их тратить, либо тратит последние на вот эти вот листинги, правильно? И очень-очень много нюансов и механик. Поэтому со своей стороны маркетмейкеры у нас есть, маркетологи, лойеры, биржи, дексы, цексы, ланчпэды партнерские. Все, вот назови, все, что нужно, есть. Единственное, QL-нетворк, именно вот из топ QL-ов, да, у нас пока достаточно небольшой, потому что это никогда не было нашим, так сказать, хлеб и солью. И мы сами для себя только недавно начали анбордить QL-ов. Пока договорились с тремя, которые вот миллионники, я пока, наверное, не буду озвучивать их имя. Могу потом эксклюзивно вашему комьюнити скинуть вам первым, рассказать, когда сможем публично объявить. Слушай, нам бы вообще было интересно сотрудничать, потому что у тебя все-таки видишь проекты, те, которые не всегда, допустим, в первую очередь выходят на рынок СНГ, а через тебя они бы, может быть, еще бы и выходили сюда, в том числе через нас. Нам бы это было бы очень интересно, но это мы пообщаемся за эфиром. Давай, Дим, следующий вопрос. Давай. Кстати, интересная идея. А как они через вас могут выйти на рынок СНГ? Ну, мы можем их здесь продвигать, как с помощью наших соцсетей, комьюнити, да, то есть именно рассказывать о проекте. В любом случае, то есть если проект выходит на англоязычную аудиторию, и я думаю, что им тоже было бы интересно завести русскоязычный канал, как бы, да, и привлекать туда аудиторию. Здесь, как бы, мы можем в этом по взаимодействию. Слушай, классная идея. Давай, давай, с радостью обсудим это отдельно. Отлично. Следующий вопрос. Как вы смотрите на модель распределения токенов таплками? Не позволяет ли получение такими проектами рекламных бюджетов на классические механики и привлечения венчурных инвестиций в проекты? Итак, как вы смотрите на модель распределения токенами, таплками, а разве есть какая-то унифицированная модель? Если я не ошибаюсь, таплки, ну, у каждой таплки есть своя более-менее модель. Таплок сейчас десятки, если не сотни. То есть, я не совсем поняла, может быть, вы, Дим, я подскажете, где я здесь ошибаюсь? Или имеется в виду что-то определенное? Как вы смотрите на модель распределения токенов таплками? Может быть, что проект приходит в таплки или этот проект распределяет? Не повлияет ли получение такими проектами рекламных бюджетов на классические механики привлечения венчурных инвестиций? Дим, если есть возможность, хочешь вопрос, задай, мы тебе голосом прям дадим возможность задать этот вопрос. Это, может быть, он имеет в виду реклама в этих таплках других проектов. Ну, ладно, давайте, уточни, пожалуйста, Дим. Давай дальше. Да, будет круто, если Дима выйдет на кол и прям скажет голосом, пояснит свой вопрос. Но я просто про таплки хотела сказать, что это, конечно, тоже потрясающая тенденция, да, когда особенно, ну да, они зародились, видимо, в СНГ, может быть, из-за этого я наблюдаю, что сейчас проекты, которые максимально в СНГ из нашего окружения, да, или игроки, например, провайдеры, они все сходят с ума по таплкам и пытаются теперь сделать свои таплки. Плюс еще есть же сумасшедшая индустрия, как правильно сказал автор вопроса, рекламы в этих таплках. Некоторые из них берут по 100 тысяч долларов за размещение проекта, как вот как раз рекламный бюджет. И честно, я с одной стороны несколько наших портфолио проектов, которые мы инвестировали, используют эти механики, использовали наряду вот с теми же Зили, другими квест-платформами, но я в детали не погружалась о именно конверсии вот этого трафика в реальное комьюнити или покупателей токена или юзера продукта. Но в целом, мне кажется, очень сомнительно, я не верю хоть убей, что таплка, которая генерирует миллион там трафика в месяц, трафика, который тапает вот этого веб-2 непонятного там трафика. Вот этот трафик тебе конвертируется в какую-то пользу для проекта долгосрочную, помимо тех самых vanity metrics, которые наполнят, например, твой Twitter подписчиками, которым плевать на твой проект и у которых даже нет метамаска. Согласен с тобой. Вот я прямо слово-слово согласен с тобой, и это потихонечку-потихонечку идет. Дима здесь сформулировал чуть-чуть по-другому. Давайте про вторую часть вопроса. Суть про то, что они получают рекламные деньги и не венчурные деньги, а на венчурные деньги им уже не важно. То есть им венчурные инвестиции не нужны. То есть это другое привлечение денег. У тебя в таполке получается кучу народу. У нас был на эфире Олег Полунин, он заказал рекламу в определенной таполке, к нему пришло много людей в канал, но живых людей там процентов 5 из 100, а остальные все боты, как он сказал. Поэтому трафик вот такой непонятный, как еще. Заходят рекламодатели, покупают. Я думаю, что они сейчас, рекламодатели, тоже поймут, что это фигня, а не трафик, что это бесполезный трафик действительно, и он наполнит вас какими-то бесполезными пользователями в Твиттере. И все. рекламный бюджет слит. Если я правильно поняла вопрос, то, ну, как мне кажется, он не особо, ну, не особо здесь есть смысл этим вопросом даже задаваться, потому что вообще-то, вот давай уберем слово таполки, и остается, что у нас. Проект генерирует прибыль, ему не нужны инвесторские деньги. Он может масштабироваться за счет своей прибыли, он может развиваться за счет своей прибыли и расти за счет своей прибыли. Это же мечта любого адекватного предпринимателя к чертям сжечь, висить. надеюсь, не будет кто-то вырезать и потом показывать, но я к чему, и со всеми их деньгами, с допросами, дью-дилидженсами, да, ну, то есть, это идеальный сценарий любого предпринимателя из, извините, говна и палок, сделать MVP, запустить в рынок, сделать полезный продукт, который люди любят, пользуются, и который монетизируется, и зарабатывать деньги здесь и сейчас достаточные для того, чтобы вообще ни у кого больше не просить денег, вот на это должны предприниматели на самом деле ориентироваться, потому что виси деньги, это долг, это всегда долг, ты кому-то должен, ты перед кем-то должен отчитываться, ты кому-то обязан, ты их должен сначала вымаливать, а потом еще и отдавать по-хорошему, да. А еще и, может быть, компания будет уже не твоя, когда ты получаешь деньги, там процентов 60, да, отдается инвестору, поэтому это тоже не все так просто, кажется, там дайте денег, я буду здесь все делать, потом спать спокойно не будешь, поэтому лучше, конечно, не привлекать вообще инвестиции, а если уж генерит твой проект прибыли, хоть какую-то, я всегда говорю, пусть это будет плюс, 100 долларов, пусть 200, пусть потихоньку, потихоньку, но лучше вообще не привлекать никакие инвестиции, но это мое мнение, может я ошибаюсь. Да, то есть, ну, в целом, в целом, хотя бы такие должны быть устремления, или инвестиции нужно привлекать ровно столько, когда уже нужно для масштабирования, потому что, опять же, идеальная формула, линд стартапа какая, ты сначала делаешь трекшн, опять же, ты не рейзишь деньги под идею, ты сначала делаешь MVP, какой-то proof of product market fit, первую монетизацию, и дальше уже рассчитываешь на основе этого, а сколько тебе сейчас не хватает денег, чтобы вырасти быстрее, то есть, вообще-то, венчурные деньги должны для того быть, чтобы расти, масштабироваться быстрее, чем если бы ты рос на собственные деньги, вот это классический подход, но, к сожалению, Это вот я тоже добавлю, следил за одной компанией, интервью как раз было о Фандер, вот он тоже говорит, мы классно развиваемся за свои деньги, нам нафиг не нужны инвестиции, но здесь появилось две рядом компании, которые привлекли инвестиции и начали масштабироваться вот так, и мы такие, так, блин, они начали нас обходить, и нам пришлось привлечь инвестиции, мы, говорит, их обошли в итоге, конечно, но это все равно, это нервы, это, ну, это не бессонные ночи и так далее, но он потом продал компанию очень хорошо, как бы, но, говорит, вот пришлось, рынок заставил это сделать для того, чтобы масштабироваться. Именно так, я надеюсь, мы ответили на вопрос, Дмитрий. Давай, идем дальше, давай тогда чуть-чуть ускоримся, а то уже почти два часа мы сидим. Вот ты теперь понимаешь, почему я в календаре добила уже от и до. Это хорошо. Вопрос спикеру. Как стать венчурным инвестором и при этом не развестись? Как вам вообще удается совмещать венчурный инвестирный и личную жизнь? Есть ли понимание со стороны второй половины поделить секретом? Такой вопрос. Боже, это шикарный вопрос. Это тоже от девушки или нет? Нет, от пары. Окей, на этот вопрос, честно говоря, я отвечать не буду, да? Нет, нет, ну, я считаю, если я отвечать не буду на половину вопросов, в чем тогда value таких встреч, как у нас сейчас, правильно? Но отвечая на этот шикарный вопрос, у меня нет хорошего ответа автору, потому что я из тех самых, кто похоронил, можно сказать, личную жизнь на благо бизнес жизни, творческой жизни. То есть, я в какой-то момент для себя выбрала, и я до сих пор у меня нет ответа на этот вопрос. У меня есть разные кейсы в окружении, разные случаи, которые я наблюдаю. Где-то бизнес, партнерство, я бы так сказала, опять же, это не какая-то статистика, которая проверяемая или подтверждающая или опровергающая, но вот то, что я вокруг себя вижу в огромном своем нетворке. Подавляющее число пар, партнер, которые вместе занимаются бизнесом и взаимосовпадают друг с другом, к сожалению, долго не выдерживают. Только единичные случаи. Хотя мне казалось всегда, что это идеал мечтаний, когда два партнера вместе к одной цели и еще и разделяют одно и то же увлечение в работе и в бизнесе. Идеальные пары, которые там, опять же, со стороны, где один человек занимается, например, бизнесом, работой, а другой творчеством или домашними делами. То есть они комбинируются друг с другом. Я же для себя в какой-то момент, наверное, сдалась и поняла, что мне пока достаточно того, что меня дровит. то есть я уже несколько лет не ищу, не страдаю. Я сингл и не в поиске или еще что-то. И поняла, что вот меня дровит то, что меня дровит. Я могу этим заниматься практически все свое время. У меня нету проблемы со свободным временем, потому что когда оно образуется, у меня есть сын, у меня есть собаки, моя семья, друзья, коллеги, поэтому я не знаю, это ответ на вопрос или нет. Да, спасибо за ответ. А у меня как раз наоборот, мы как раз с женой всегда вместе, всегда строим вместе бизнес и 23 года вместе, поэтому как раз это редкость. Вот это мы здесь, у меня Аня участвует полностью в проекте тоже в нашем. Вот, поэтому так. Слушай, спасибо, что рассказал. Теперь у меня хотя бы вера в людей немножечко повысилась в этом плане, потому что это правда очень редко и это безумно ценно. Мне кажется, вот это как раз идеал мечтаний. Я помню, еще в детстве посмотрела, помните, был такой мюзикл Эва Перрон с Мадонной в главной роли. Не помню. Эвита и Хуан Перрон, ну, может быть, кто-то смотрел из комьюнити, знает, и вот они, это первый был случай, ну, в детстве, когда я увидела, что вот в паре оба занимались одним делом, может быть, с других, с разных концов и углов, да, но совмещали не бизнес в том случае, а политику, но более-менее совместно. Это прямо идеальный пример, как мне кажется. Но пока таких, мало. Так, следующий вопрос. Будет ли озвученная вам информация русифицирована? Поверьте, для человека не в теме очень и очень сложно понять, о чем идет речь. Я так понимаю, из СНГ-комбинти. Тут имеется в виду русифицированная мы же по-русски или имеется в виду информация из Альфа-майнда. У нас же все на русском эфир. Да, 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 эфир на русском. Тут все нормально. То есть, если имеется в виду, будет ли информация Альфа-майнда русифицирована? Да, да, да. О проекте. С помощью таких партнеров и вот таких мероприятий, как у нас сейчас, как Crypto Emergency, где мы разговариваем, отвечаем на вопросы, это одно решение. То есть, мы не можем, к сожалению, пока на данный момент есть некоторые партнерские AI-инструменты, которые мы планируем внедрить в скором будущем и которые позволят нам на очень высоком качестве автоматически сделать перевод большого объема информации на хороший понятный русский язык, а не вот этот Google переводчик. Но плюс у нас, как уже сказали, есть в команде русскоговорящие сотрудники, которые с радостью помогут вам у нас в Дискорд канале, в Дискорд комьюнити вы можете выбрать русский язык, например, и у вас откроется русский чат с русскоязычным комьюнити. Выберите украинский, у вас откроется с украиноязычным комьюнити, испанский, испаноязычный. И в нашей команде есть все эти языковые носители, которые с радостью вам помогут за суппорт на вашем родном языке. Это самое главное тоже, знаете, когда есть поддержка на родном языке, когда можно пообщаться, быстренько выяснить вопрос, человек никуда не уйдет, действительно, если он не получает именно должной поддержки или на языке, который ему хочется пообщаться, или просто в переписке, это проблема, и люди в основном разворачиваются, уходят от таких проектов, поэтому держите эту, ну, прям на пульсе, да, чтобы человек мог пообщаться на родном языке с кем-то, с членом команды. Да, ну и при том, вот я поэтому очень верю в CryptoEmergency, потому что мне кажется очень супер важно, когда можно, я очень редко говорю на русском языке про нашу индустрию и про наш проект, и вот даже вот эта возможность сегодня, это огромное удовольствие пообщаться с русскоязычной аудиторией, ответить на вопросы и рассказать, и даже это немножечко может быть сложно в голове там переводить вот эти вот фразы и еще терпеть кучу англицизмов, которые непереводимые, но все равно очень здорово, поэтому классную работу вы делаете, ребят, и я знаю, что вы еще сами потребляете кучу информации из международных источников, а потом доносите ее очень грамотно и доступно до своей русскоязычной аудитории, вот это здорово. Спасибо огромное. Да, спасибо большое. Так, и, скорее всего, у нас уже последний вопрос. Добрый вечер, Нелли, насколько вам легко налаживать рабочие контакты в криптоиндустрии Евросоюза и других стран, учитывая особенности в менталитете, разность в языках и законодательстве. В целом, если коротко, очень легко. Тут, наверное, еще имеет значение в целом твой уровень социализации, да, то есть можешь ли ты быть... Тут даже не то, что... Я считаю себя интровертом, я с радостью могу вообще не общаться и не видеться ни с кем и ограничиваться онлайн-общением, но при этом мне не стыдно быть смешной, нелепой, чтобы, если нужно разбить лед, например, при первом общении, сказать какую-то глупость, додать вопрос, который, казалось бы, умный человек должен знать ответ или что-то из этой серии. и это очень помогает по жизни, и по жизни, и в бизнесе, и в налаживании контактов. Это первая часть. То есть, если когда ты уже вышел на контакт с человеком и тебе надо с ним разогреть отношения, разбить вот этот вот лед, да, и установить какие-то неформальные, эффективные рабочие отношения. Второй момент это в целом находить нужные контакты. И как я уже сказала, да, нетворк, это, ох, ребят, это невероятная стила. Вот суперсекретная power, которая надо использовать. Мы это, надо отдать должное, зарабатывали и нарабатывали много-много лет. То есть, когда я в свое время приехала из России в Швейцарию, я не знала никого, ничего, и вообще, ну, была ноунеймом и пробивала все там пороги, стены и ногами, и головой, и зубами, и чем угодно. И мне потребовалось, наверное, ну, тогда еще лет пять в начале, чтобы почувствовать себя уверенно в том плане, что у меня уже есть изначальный нетворк достаточного количества людей, которые могут со своей стороны познакомить меня с другими людьми и прочее, и прочее. Сейчас это совсем другой уровень. Когда ты знаешь настолько многих людей, настолько многие знают тебя, то любой новый контакт, даже с очень каким-то важным человеком, который очень-очень нужен для вашего проекта или бизнеса, он выстраивается по-другому. Например, буквально на днях мы созванивались с гендиректором Momentum 6, может быть, знаете, это очень крупный венчурный фонд из Азии, и у них же есть прелестный Киуэлл, VirtualBeacon Дэн, который на Ютьюбе делает выпуски про альткоины, про еще что-то. Так вот, это азиатская команда, она достаточно закрытая, у них огромный ресердж-департмент, они делают для Коиндека и еще целых нескольких крупнейших мировых изданий, делают аналитику, припорты и прочее. И мы с ним в принципе были в контакте, но не очень теплым. Когда мы с ним созванивались, за первые пять минут оказалось, что у нас там из десяток общих знакомых, с которыми мы достаточно быстро общаемся, и это тоже очень сильно позволяет разбивать лед. Поэтому, отвечая на вопрос, налаживать теплые контакты с людьми в индустрии становится проще с каждым годом. Главное это с чего-то начать. Вот самое тяжелое, это когда у тебя никаких контактов нет и надо с чего-то начать. Но чтобы это сделать, нужно две вещи. Первое, запастись другом, партнером, адвайзером в множественном желательном количестве, которые могут вам предоставить первые теплые контакты чисто по дружбе и завести. И второе, иметь очень-очень сильное устремление к тому, чтобы быстро наработать вот эту основную контактную базу. Я надеюсь, я помогла ответить на это. Ну и репутация, да, потому что когда спрашивают перед звонком за тебя там, ты знаешь это? Да, знаем, отличные ребята, можно иметь дело, все, будет проще налаживать контакты сто процентов. Поэтому я всегда говорю, главная репутация, потом остальное все будет точно. Поэтому, особенно в криптоиндустрии, все друг друга знают. Ой, слушай, это вообще отдельная тема, на самом деле, столько случаев, когда, вот мы, казалось бы, говорим, веб-3, все такое прозрачное, все такое транспарент и так далее, да, но на самом деле до сих пор вот это телефонное, как работает, телефонное, как называется, вправо, нет, телефонное радио, сарафанное радио, сарафанное радио, сарафанное радио, да, и когда, например, речь идет о проектах, даже это неизмеримый этап due diligence, неизменяемый, когда большинство висе оценивают проекты, нам до сих пор, вот вчера Big Brain Holdings писали, да, Нель, а ты знаешь этот проект? А вы правда с ними имели дело, потому что они там ссылались, и у них логотип ваш стоит, но у нас там есть сомнения, да, и вот такие разговоры ежедневно, вот ей богу, ежедневно в течение там многих лет постоянно есть с разными фондами, игроками рынка и биржами, все друг у друга спрашивают, поэтому вот правильно, как Ян сказал, все друг друга знают, кто не знает, они знают через друга или через еще кого-то, и постоянно приходится наводить справки, потому что, к сожалению, есть очень много талантливых людей, которые талант свой не туда используют для афер, для каких-то хиданий, и особенно в нашей индустрии очень много денег, очень много риска и очень много потенциала, и, соответственно, надо дважды перепроверять, прежде чем с кем-то работать, потому что очень часто ты работаешь именно на доверии, ты не подписываешь контракты, ты не подписываешь, да, какие-то там судебные бумаги или разбирательства, которые защищают тебя со стороны государства, во многих юрисдикциях государство вообще либо игнорирует эту тему, либо там закрывает на нее глаза или не любит, поэтому очень много работы на доверии и, соответственно, очень много перепроверения людей по репутации, да. Сто процентов. Так, ну что, давайте приступим к тому, что выберем три самых лучших вопроса. Давайте начнем с первого. Нелли, ты помнишь первый вопрос, который тебе самый понравился, вот все, за него мы даем NFT-шку? Слушай, это, конечно, большой челлендж, потому что мы два часа, ребят, два часа в эфире, и это, извините, пожалуйста, после целого дня, целого дня колов и всякой оперативной работы, поэтому, простите, память у меня не очень, но мне реально позабавил вопрос про личную жизнь и разводы венчурных инвесторов. Может, это не, я не знаю, насколько это справедливо или нет, потому что, наверное... Слушай, ты выбираешь, здесь как бы, ну, мы здесь как раз-таки, ну, как по фану, да, то есть, как бы, не то, что он там лучше по теме, там это, то есть, тебе понравился этот вопрос, все, ты у нас решаешь, решаешь, классный, болезненный такой вопрос у человека явно стратегическое мышление, либо введите, либо разводите. Отлично, хорошо. Да, мы слишком его порадуют, спасибо за вопрос. Теперь мы карму, да, кому карму раздаем? Второй вопрос. А их надо только два, что ли, выбрать? Их надо три выбрать, мы еще билетик дадим на форум Umbrella. Ага. Ну, слушай, так, давай, давай подожди, ну, давай вот подойдем к этому более, как-то вот, во-первых, а где вообще все вопросы, посмотреть можно? Ага, так, Дима, ладно, давай, 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 напоминай тогда, Дима, давай так, быстренько пройдемся. Давайте как-то вместе, выгляжем. Так, давайте я быстренько начну. Смотри, был вопрос, Нелли, дорогая, какова ваша персональная история входа в IT? Этот вопрос, да, помнишь? Дальше, так, сами в проекте участвуете или нет? Сапожник без сапог, да, там писали, как заработать карму в лаунчпаде, влияет ли она там, вопрос. Смотри, давай так, да, я прошу прощения, если перебил, я зашла в чашу. Я, классный вопрос был про пожалеть, да, вот про что пожалели. Все, отлично, про что пожалели, да, отдаем немного кармы. Мы не можем проигнорировать девушку с чудесным вопросом, который, конечно, вам не, как это, не понятен, но я думаю, женской части вашей аудитории, он был полезен и заслужил. Даем билетик, билетик на форум Umbrella 2028 августа, который состоится. Ну, в принципе, все. Шикарно, но, слушай, про контакты, вот как делать, как устанавливать контакты, тоже хорошо. Давай мы ему еще кармы дать. Да, вообще легко. Конечно. Да, легко, а кому кармы еще дать? Вот какой контакт устанавливать, налаживать контакты, разбивать лед. Так, ребят, кто задавал этот вопрос, поздравляю, у вас появилось немного кармы. Ну, я бы не сказала, что немного. Ну, может быть, и не немного, много. То есть у нас получилось четыре. 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 Четыре человека выиграло у нас. Ребята, я поздравляю вас. Вот. Спасибо, что участвуете, задаете вопросы. Кто смотрит нас в записи, вы тоже можете задавать свои вопросы, пишите в комментариях, мы с удовольствием ответим. И за лучшие комментарии мы тоже что-нибудь подарим. Почему бы нет, выберем и подарим. Я думаю, что это будет справедливо. Поэтому всех ждем в комментариях там внизу на YouTube. Ну, что, будем заканчивать. И я хочу зайти на YouTube, прочитать все комментарии. И если там будут умные вопросы, лично ответить вместе с нашей командой на ваши вопросы, чтобы вам помочь разобраться в теме. И да, а те, кто выиграли сегодня NFT-шку, поздравляю, и карму. Пожалуйста, через команду Crypto Emergency нам нужны ваши данные. То есть как минимум контакт в Дискорде и адрес кошелька, чтобы мы вам это передали. Так что я думаю, что мы с ребятами, с Яном, с Дмитрием организуем это все в ближайшие же дни. Поздравляю, ребят. Да, спасибо, Нелли, что пришла к нам на эфир. Спасибо огромное, что выделила время. Как всегда, классно провели. Два часа пролетело вот так. Вот, вопросы были классные. Вообще тема лаунчпада классная. Надеюсь, что, ребята, вам было тоже полезно. И все придут на лаунчпад, будем зарабатывать деньги, бычий рынок впереди и все будем, станем немножко богаты. Спасибо всем. Хорошего вечера. Пока-пока. Да, спасибо вам, ребят, за приглашение. И по поводу бычий рынок впереди не вешайте нос. Я что-то вижу в последнее время очень много депрессивных настроений в крипте. Так вот, во-первых, напоминаю вам, на днях Тетер напечатал очередной ярд. Голден Монсакс объявил, что у него пол ярда в крипте лежит и куча-куча других метрик и механик, говорящих нам о том, что, как Ян только что сказал, был рынок впереди и буквально на носу за поворотом. Поэтому держитесь, не впадайте в депрессию, не надо быть как вот тинейджеры. Сегодня люблю крипту, завтра уже разочаровался. Как говорится, терпение вам и все вам будет. А я еще добавлю, что у меня есть еще такое мнение, это не финансовый совет, что этот бычий рынок будет самый масштабный в истории вообще. То, что вообще происходило, покажется вам детским лепетом. Поэтому терпим, ребята, и все будет хорошо. Но это лишь мое мнение. Отдай пять, потому что оно совпадает с моим. Все, спасибо. Хорошего вечера. Пока-пока. Больше лайков для криптоэмерженси и поддержки от комьюнити, ребят. Они делают огромную работу для вас, а вам всего лишь надо нажать лайк, а желательно еще и репост, чтобы поддержать, ребята, и показать, что вы любите то, что они для вас делают. Так что не забывайте это делать. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...